Сегодня в программе «Простые вопросы» Атар Кушанашвили. Музыкальный и спортивный журналист и ведущий, отличается неповторимым авторским стилем, насыщенным виртуозными депричастными оборотами, редкими словами или вовсе новообразованными словосочетаниями. Не менее знаменитые его поступки и выступления. В 2004 году во время матча Чемпионата Европы по футболу выбежал на поле в знак протеста против удаления вратаря российской сборной, защищая группу премьер-министр на ток-шоу Малахова, посвященного Евровидению. Нецензурно выругался и был на несколько лет отлучен от телевидения. Протестуя против нечестности судей, не явился на бой с Сергеем Челобановым в телепроекте «Король Ринга». В общем, и многое-многое другое. Атар Кушанашвили. Атар Шалович, добрый вечер. Добрый вечер вам. Большое спасибо, что нашли время. Большое спасибо, что пригласили меня. Не надо говорить спасибо тому, кто приехал к культовому Крусталеву. Да ладно. Как поживаете? Я, судя по вашему костюму, поживаю хуже, чем вы. Ну, я думаю, что вас блестит дыр. Я вас хочу поздравить с тем, что мы в конце большого пути называем преодоление года 2015. У вас непростой был год. У меня был омерзительный, тошнотворный, испытывавший меня много раз на прочность год. Год непростой – это очень мягкая формулировка. Он у меня отобрал самых любимых моих людей. И обрушив на меня какое-то неприятие, меня и неприязнь ко мне, он хотел проверить меня, буду ли я доброжелательным, как был до смерти моих близких людей. Оказалось, что я не такой простой парень. Я сильнее даже Валерия Газаева, футбольного тренера. Аташ Иванович, еще один тоже знаменитый грузин, который прославился в России, Валерий Меладзе поет «Я повсюду иностранец, и повсюду я вроде бы свой». Это и про вас тоже история? Наверное, да. Вообще, Валерий Меладзе – один из лучших певцов в мире, даже в Бухаресте. Он мой ученик, своровался без него у меня. Его брат. Но лучшая песня, лучшая песня у него, из-за которой я встал на ноги снова, спрячем слезы от посторонних. Другая проблема у меня с братьями Меладзе в том, что они не очень соответствуют содержанию своих песен. Сами оба они. При этом я почитаю их самым трепетным образом. Но они не умеют отвечать на любовь. Я не знаю, почему мне не отвечают. Но то, что я повсюду иностранец – это гениальная формулировка, выразившая кредо всех гастарбайтеров, начиная с меня. А я кумир всех гастарбайтеров не моложе 80 лет в Москве. Потому что вы начинали мыть полы на Казанском вокзале? На Павелецком вокзале. На Павелецком вокзале. И меня ударил ногой однажды мой же земляк, который пришел туда заказывать пельмени. А потом он нашел меня на съемках. Это и такие истории удивительные. Я с творожием работал в ночной школе. Да, я повсюду иностранец, но повсюду свой. И я при этом сочетаю в себе прагматическую хватку. Но я клоун. И мне кажется, что песня «Иностранец, но повсюду свой» – это такое сочетание и сочетаемое про меня, точно. Вы жили в Москве в тот момент, когда была в разгаре, вот был этот, я не знаю, его называют войной, конфликтом России и Грузии. Я знаю, что к грузинам в Москве в те времена приходилось очень непросто. С работой, с заведением, рестораны закрывались. Расскажите, как сейчас в Москве относятся к туркам и даже к азербайджанцам? Похоже ли это на то, что испытывали грузины? Нет, сейчас хуже. Сейчас ксенофобии стало больше, и она разлита в воздухе. Это сейчас хуже. Я не могу сказать, не могу привести ни одного примера, когда бы я почувствовал, что мне, либо любому другому грузину, неизвестному публике, и известному публике стало немного тужить. Я не помню такого. Я не знаю, откуда это взялось, что грузинов тиранили, травили, третировали. Преувеличены, гипертрофированы разговоры о том, как грузинов во время 2008 года. И я в тот день поехал к Валерию Гергиеву, всемирно известному дирижеру. Я могу вам указать место в Москве, где люди, очевидцы наблюдали. И я не отрекался от Родины. Я не отрекался. Просто я хотел сказать Гергиеву, наверху дерутся, а у нас чубы трещат. Я хочу сказать вам, как я вас люблю, независимо от пометки в паспорте. Мы обнялись, и все тут же написали, как Атаркушин Ашвили заботится о своей карьере. Как он поехал в этот жизнь. Я поехал, любя его и преклоняюсь перед ним. Что касается турков, я думаю, что единственным возможным моментом было бы извинение за инцидент в небе. Ну, каково туркам сейчас в Москве? Никто никого не третирует. Никто никого не унижает. Все эти преувеличенные разговоры. У меня миллион знакомых турков, достойных ребят. Атаршалыч, должен вам сказать, несмотря на то, что у нас небольшая разница в возрасте, я и очень многие мои коллеги... Вам 20, мне 445, это понятное дело. Учились на вашей работе. Учились на том, как смело вы себя вели, какие вопросы задавали, какие устраивали провокации. Это просто был учебник новой волны журналистики. Хорошо вылагает собака. У меня большое количество вопросов. И вот даже не знаешь, с чего начать, с эстрады или со спорта. Давайте с эстрады, если позволите. Конечно, мой друг. Делайте все, как вам угодно. Вы сделали большое количество материалов со звездами поп-сцены, скажем так. И надо сказать, что у меня полное ощущение, то ли мы стали сейчас взрослыми, то ли действительно нынешние ребята, которые выходят на сцену, что называется, помельчали. Или вот рассыпались на эти молекулы. Мы стали старше, и этого не видим. Или действительно поменялось времена? У нас обострилось, учитывая, что вам 20 лет, а я старше Раймонда Паулса, должен признать, что мы стали сентиментальнее. Во-первых, это связано с тем, что я лично из-за детей я стал очень сентиментальным. Мне кажется... У вас семеро детей? У меня семеро детей. Четверо кутаисских карманных воришек и трое девушек, которые мечтают стать гулящими Шарлистерон. Гулящими Шарлистерон? Конечно, воровать у мужиков деньги, бабосы и все. Здесь момент сентиментальности. Я стал сентиментальным очень. Я думаю, что ни одна новая звезда из Минска, Могилева, Кутаисии, Самарканда не стоит ни одной строчки Игоря Николаева. Если вы послушаете после этого интервью песню «Линия жизни», вы поймете, почему, Горя Николаев, важнее для меня всех выпускников голоса. Я помню, что все боялись попасть вам на кончик вашего... Вы даже не знаете, как сейчас, когда я вернулся в первую десятку после смертей, я взял себя в руки и понимаю, что кормить нужно семью. Вы даже не знаете, какой ренессанс я переживаю сейчас. Я думаю, что из молодых артистов только группа «Пицца» и Сергей Приказчиков меня могут удивить. И то последняя песня не свидетельствует о том, что он растет. Но когда я услышал песню «Душа летела над лужами»... Да, да, очень хорошая песня. «Кто своровал у меня строчки?» И мне показывают парня... Стоит за твоей спиной. Я поворачиваюсь, стоит метр пять. Я и сам метр двадцать-то. Он метр пять стоит. Заикающийся в жизни, каким был Барыкин. Светлая память ему. Это ты написал песню «Душа летела над лужами» и если бы не «Пятница»... Это ты написал эти две песни? Он, да. И сестра его выступает с ним вместе на сцене. Но теперь они стали более-менее богатыми. Это единственная группа, удивляющая меня. Все остальное... Сейчас Иванушек не трогаем, они как Ленин Мавзолея. Но вы их обожали все время. Я помню... Кого? Иванушек. Вы так они хорошо всегда говорили. Вы их не трогаете, они не Ленин Мавзолея, это святые люди. А как вы за Сташевского грудью на абразуру бросались? Во-первых, Сташевский автор песни «Вечерки-вечерочки». «Вечерочки-вечерки». Послушайте Сташевского, который до сих пор думает, что он певец. Послушайте его в песне, найденной для него один шписом. «Вечерочки-вечерки». Вы сейчас работаете на Спорт.ФМ. У вас увлекательный эфир. К сожалению, в Беларуси их можно увидеть только... Ну, услышать благодаря интернету, увидеть трансляцию. Но пишите немало о спорте. Я увидел ваш недавний материал, где вы резко прошлись по новым, скажем, современным футболистам, упрекая их в том, что они хвастаются своим богатством, хвастаются тем, как отдыхают, в отличие от того, какое было предыдущее поколение. Почему этого хвастовства не происходит с ребятами, которые становятся богатыми и приезжают не из таких богатых стран, как Аргентина и Бразилия? Почему с нашими это происходит? Я знаю только про тех, кого я капюшу. То, что вы читали, это продиктованный по телефону монолог. Я так не излагаю мысли. Мне кажется, что вы читали бездарный материал. Когда я пишу, редакторы говорят, что это слишком взаумно, ваши депричастные обороты, а то, что вот здесь у нас. Но идея пронятна. Я не хочу, чтобы Кокорин забывал, где он живет. В стране живут 97% людей ниже прожиточного минимума. Я не хочу, чтобы он снимался на фоне Бугати и Мацерати, когда его соотечественники умирают с году. Я считаю это неприличным, это минимум. Это как минимум. Я просто не считаю возможным молчать, когда люди получают деньги не за то, что они умеют, а за то, что они должны уметь. Это гигантские деньги, это такой соблазн, это такая дьявольская стихия и воронка, всасывающая человека. Они думают, что это работа вечная. Жану Ананидзе, при всей моей любви к нему, 8 лет считается перспективным футболистом. Его дети уже закончили школу. Он все время травмирован. Но ему каждый месяц приходит сообщение, что он получает в неделю 70 тысяч евро. Как может парень с окраины Тбилиси после этого не сойти с ума? Это деньги непредставимые ни для Беларуси, ни для России, ни для Грузии. Атаршалович, семеро детей, три жены, да? Нет, одна официальная. Одна официальная. Надеюсь, последняя. А сколько разбитых сердец? Я не Робби Вильямс, я не Ира Срамадзотти. Не знаю про разбитые сердца. Я знаю одно, что у меня был один брак, и мне нужно очень уговорить на второй. Другой вопрос у меня о детях. Вот когда вы расставали с женой, у вас был с детьми разговор. Вы извинялись, объясняли, вы грустили. Какой это был разговор? Что вы чувствуете к детям, которых вы оставили сейчас? Мне кажется, что мужская половина собравшихся на мое прощание со мной не поняла меня. Они думали, что я... Мне кажется, что вот дядя Федор... Сомн не общается только один сын, дядя Федор. Мы его назвали по мультфильму известному. Мне кажется, что зов крови приведет его ко мне, я ему объясню потом. Ну, они меня застали рыдающим. В таком возрасте они хотят видеть пап сильными, не плачущими, жесткими, как Брюс Уиллис. Мне кажется, я крахнул в его глазах, когда он увидел меня плачущим. Когда он вырастет, он уже вырос, я его и с ним не виделся. Я ему объясню, что слезы – это не зазорно. Но я тогда не мог ему объяснить. Он увидел, и я видел по нему, что он разочаровался во мне. Как-то не могу это объяснить. Я не общаюсь только с одним сыном. Потому что его мама Мария Якимова. Я бы мог сказать вам и белорусскому населению… Но мы не знаем, кто это говорит. Вот я мог бы вам сказать, но какой смысл говорить хрусталевской аудитории. Хрусталевская аудитория хочет, чтобы я сказал про Батэ, как она гоняла Рому на чужом поле. Поэтому здесь момент… Как вы относитесь к Батэ, кстати? Я обожаю. Это случайность или это закономерность? Судя по рожам, каждый парень Батэ – Атарик. И они когда стояли там в круге, я смотрю и говорю, Батэ, я по радио, Батэ сегодня сыграет ничего. Я угадал. И они давили ваши, то есть наши. Я считаю, что это ваши, наши, мои. Я так гордился. Вы не представляете себе. Я очень сениментальный парень. Если я верю в кого-то, Батэ – это Атарики. Это сборище Атариков. Вот это меня восхищает в людях. Понимание того, что, может быть, они ниже к классам, но есть такое понятие, как самоотдача и командный дух. Батэ – моя любимая команда после ЦСКА. Атар, можно о женщинах вопрос? Я скажу, что до сих пор не было. Грузин – тот мужчина, который готов влюбиться каждую минуту, или все-таки сердце? Ну, теперь не те грузины. Я остался единственным. Кикабидзен остался ли ты, я? Как я его. Павляшвири, Меладжи, уже не то. Уже не то. Я перед вами. Последний образец. И вот сегодня вы готовы бросить всю свою жизнь к ногам? Нет, сегодня я не готов. Я могу сказать, что я прагматичный паренек. Я не готов, потому что у меня дети. Я должен думать о детях. Нет. Может быть, не говори никогда. Может быть, я влюблюсь так, что сойду с ума в какой-то Шарли Стерон. Может быть. Но мало в это верю. Все-таки вам нет. А что он сможет увлечь? Улыбка, мой друг. Улыбка, мой друг. Просто вот бывает, что... И желательно, чтобы не Тимати улыбнулся. И прошел. Понятно. Но это может быть такое, что это пустая красотка? Или все-таки нужен... Очень хочется пустой красотки. Хватит мне умных телок из передачи «Что, где, когда». Мне хватит моего богатого духовного мира. Хватит уже. Атар Шалыч, вы фантастически словесный эквилибрист. Когда вы строите предложение, где причастите, и я вы можете... И же с ним и так далее. Я обожаю. Я обожаю это делать. Бродский написал, что человек, играющий словами так, чтобы люди развлекались кругом, это человек достойный того, чтобы его никто не презирал. Я долго расшифровывал формулировку. Человек, который приехал в другую страну, изучил ее, чтобы быть эквилибристом с вашей подачей. Извините, что пользуюсь. Это такое уважение к языку этому. Но что вы читали? Вот я не могу найти ничего за... Откуда же, думаю, он нахватывается? Чьи-то приемчики? Я думаю, что вы... Не надо, Хрусталев. Я уже разгадал вас. Ежедневно я читаю все книги, которые выходят в московских издательствах. Это я играю в придурка. Мне кажется, очень органично это делаю. Но при этом за этим я не могу позволить себе не прочесть того, кого обсуждают. Я не могу позволить себе пропустить спектакли, которые обсуждают. Из этого всего делается какой-то брутальный микс из слов новых, новых поворотов головы. И понятно, что я в такой профессии, где нужно еще быть жеманным время от времени. Я понимаю, что это хорошо. И слова новые. Я не могу понять, как пишет, например, Сергей Гондлевский. Вам рекомендую отчаянно. Евгения Водолазкина и Сергея Гондлевского. Поскольку вы строите предложение, как поздний я. Что будет в 2016-м? Мы беседуем. Следующий год будет хорош для людей с чувством юмора. Потому что там, где есть чувство юмора, там есть тоицизм. Он имманентный. И я думаю, что следующий год будет хорош для тех, кто верит, что в жизни есть смысл. Каждый день я встаю и обхватываю голову руками. Для кого это все? Потом я... Кто-то кричит из соседней комнаты. Папа! Я понимаю, для кого? Если у тебя нет кориентира. Если тебе не снятся мертвые родители, и ты не плачешь по их поводу, ты никто. Ты артист российской эстрады. Я не хочу им быть. Желаю сохранить память об этом вечере. Давайте через год встретимся, обсудим. Давайте! Давайте договариваемся при всем честном людях. Мы записываем беседу в декабре и ровно через год подводим итоги. И вы увидите без самодовольного такого человека, который скажет купите новые камеры, Хусалёва. ха-ха-ха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok